Мясо можно есть, когда хочешь. Потому что веды считают, что это не та пища, которая приносит человеку здоровье. Но это другая тема уже, я не хочу сейчас о ней говорить, потому что очень болезненная тема. Человек сам принимает решение, есть это, не есть. Но знайте, что если человек духовно не развился, он не может жить без мяса. Если человек духовно не развился, он не может жить без сигарет. Если человек духовно не развился, он не может жить без спиртного. Реально не может жить. Почему? Потому что есть серьезные причины, почему человек это ест. Есть разные уровни пищеварения, они зависят от духовной силы человека. И если уж говорить на эту тему, то этот разговор, он очень сложный для понимания. Но я могу вкратце вам сказать, что люди духовно неразвитые, им надо есть продукты насилия. То есть, что такое продукт насилия? Это мясо. В принципе, мы растения тоже убиваем, когда едим, но это не продукт насилия. Потому что есть разные виды сознания. И это объясняет, что в зависимости от развитости разума, живое существо себя по-разному чувствует в разных телах. Например, в теле растения живое существо спит глубоким сном. И это можно проверить. Допустим, если взять веточки у дерева, обрезать, дерево начинает расти сильнее, потому что оно чуть-чуть пробуждается. То есть, оно не чувствует боли. Представляете, если, допустим, поросенка лапку обрезать, он не пробуждается, он уже без лапки ходит. Но дерево, как бы, если обрезать веточки, то оно становится пышнее еще, и продолжительность его жизни увеличивается от этого. Называется сон без сновидений. В теле растения живое существо ничего не помнит, ничего не знает, оно просто живет и спит, отдыхает от жизни. Следующая форма жизни, она постепенно пробуждается от разных, то есть, это называется сон со сновидениями. Животное, оно себя не до конца осознает. Собака, например, гавкает на свое отражение, не понимая, что это она. Когда она видит зеркало, она думает, что это другая собака какая-то. Но потом она привыкает, она думает, что это хорошая собака, в принципе, на нее можно не гавкать, на зеркало. Вот. Но понять, что это она, ей очень сложно. Но обезьяна уже понимает, у нее более развитое сознание. Понимаете, самые низко развитые формы жизни, которые почти не чувствуют смерти, это мы веселые медузы, мы похожи на арбузы. Это почти что растительная форма жизни. Грибы — это переходная форма жизни между животным и растительным. И самая агрессивная растительная форма жизни — также грибы. Потому что они всегда пытаются подавить чужой иммунитет. Любые грибы, хоть здоровые, хоть хорошие, съедобные, хоть несъедобные. Вот. Дальше идут медузы, вот эти все креветки, рыба. Рыба уже чуть-чуть себя понимает. И у ней присутствует страх и наслаждение. Два чувства, которые испытывает рыба. Вы не увидите улыбку в глазах рыбы, увидите только страх. Если вы в аквариум посмотрите в глаза рыбы, вы увидите страх в ней. И она может наслаждаться жизнью, плавать. Страх и наслаждение. Это самые глубокие психические функции, которые только существуют в живом существе. Самые первые функции — это страх и наслаждение. Ребенок, когда маленький, рождается, он испытывает только страх и наслаждение. Больше ничего. Он только плачет или наслаждается. Все, больше ничего не испытывает. И то же самое, так же рыбы себя чувствуют. Дальше постепенно, когда сознание развивается, появляются уже земноводные вот эти ящерицы, у них есть любопытство. Они могут туда прибежать. Смотри. И они очень сильно находятся в сильном активном стендах. Потому что у них еще пробуждается воля к победе. Такое чувство разума. То есть они очень активные. У них быстрое движение. У земноводных. Птички следующие более развитое сознание у птичек. Они лучше себя понимают, и поэтому они уже умеют радоваться. Ящерицы не умеют радоваться. А птички уже умеют. Но они радуются не через мимику лица. Они радуются через звук. Потому что самая первая форма радости, это радость через звук. И они вот, допустим, посмотришь на лицо птички, а оно такое, как бы, пугливое просто. Но звук у нее такой радостный очень. Чирик, чирик, чирик. Но взгляд не очень радостный. Посмотрите внимательно. Потому что она не умеет радоваться через взгляд. У нее в глазах страх у птички. Следующая форма жизни, это дикие животные, такие как зайцы там и так далее. Они больше уже растормозились. Но если вы посадите кошку и зайца рядом. Я видел рядом кошку и зайца. Дочка держала зайца и кошку одновременно. И кошка, она и так, и сяка, и так. Он имеет не развитое сознание у нее. Ничего не врубается вообще. Ну что он еще не проснулся? Спит. Сон со сновидениями. Более развитое сознание у диких животных, уже таких как волки, там стаи у них, они уже там вожаки и так далее. Или вот эти вот большие животные дикие, такие как олени. У них более развитое сознание, чем у зайцев. Еще более развитое сознание домашних животных, такие как коровы, свиньи, собаки, кошки. Примерно один уровень развития сознания. Но из-за того, что кошки и собаки больше общаются с людьми, у них более развитое сознание. Из-за отношений с людьми. Я знаю случаи, когда свинья была членом семьи. И она вела себя как собака, как кошка. Она тоже такая обижалась, ходила там, выркала. Ну то есть, чем больше общения с человеком, тем больше интеллекта просыпается в животных. И чем более интеллектуальное животное человек ест, тем больше страданий он за это получает. Почему? Потому что в момент оставления тела, когда психика больше проснулась, она лучше понимает, что пришла смерть. И она в тот момент, когда отделяется тело от, тонкое тело, психическое тело от грубого, то в этот момент живое существо, которое понимает, что его убили, оно проклинает, как бы, ну проклинает означает, ты за это ответишь. Ну то есть, как бы, собака это говорит, кошка, мяу. Ну то есть, они каждый по-своему, просто животные, они эмоционально могут общаться. Они не могут словами общаться, потому что слова это функция разума. Они могут эмоции выражать только, понимаете, животные. Но они выражают на тонком плане такую эмоцию, которая попадает в это мясо. И потом она уже оттуда никуда не денется, потому что она на психическом плане там находится. И потом, когда человек ее ест, хоть он варит, хоть парит, не имеет значения. Но когда ест, он ест также эту эмоцию. Эмоцию чего? Протеста против того, что меня убили. Но вот у растения такой эмоции протеста нет. А у домашнего животного эта эмоция протеста колоссальную силу имеет. Особенно на тех, кто его выращивал и любил. Поэтому люди интуитивно не едят свою корову. Потому что от этого еще хуже потом становится, понимаете. Они просто не могут у них все внутри переворачиваться. Это как член моей семьи. Не могут. Свою собачку никто есть не будет. Видите, как будто и то мясо, и это мясо. Но для вас просто даже представить себе невозможно, чтобы свою собачку съесть. Но я такие случаи знаю. Мне рассказали один случай прям. Одна женщина поехала в Таиланд. А там есть рестораны, в которых готовят животных, которых ты приносишь. Но она этого не знала. И она пришла с своей собачкой. И она говорит, ну как бы я покушать, куда-то отведите собачку. Они говорят, хорошо, хорошо. И принесли ей потом блюдо из собачки, из ее. И она там чуть не погибла от эмоций, которые она испытала. Понимаете? Именно с этой точки зрения не надо есть животных мяс. Поэтому Лев Толстой говорил, вегетарианство это не диета. Это образ мыслей. Если человек решил свою жизнь посвятить самосовершенствованию, он как бы хочет развиваться как личность, он выходит из того состояния сознания, в котором он нуждается в этой энергии стресса или энергии насилия. Эта нужда реально существует в психике человека. Но это не только не два уровня питания. Понимаете? Есть гораздо больше. Но остальное, если я вам буду рассказывать, вам вообще покажется это фантастикой или просто моим нездоровым воображением. Хотя даже то, что я сейчас сказал, уже может показаться нездоровым моим воображением. Так вот, знайте, что есть еще другие уровни питания. Когда человек развивается как личность, он просто не может, он чувствует эту энергию насилия в мясе, он даже не может смотреть на это как пищу, не то, что это есть. Просто я вам говорю точно. А потом, и поэтому Сергий Радонежский, Серафим Саровский и все великие святые никто не ели мясо. Вы скажете, у нас в православии как бы этого нет. Есть? В монастырях православных мясо не едят священники. А многие рыбы даже не едят. Потому что они чувствуют эту энергию насилия. Они говорят, я не хочу. Но это уровень развития, понимаете, просто уровень развития человека. Если человек не развился так, он не может даже без мяса жить, не сможет. Ему будет тяжело, плохо. Надо есть. Но интересно знать, что есть и другой уровень развития, когда человек даже вегетарианскую пищу не ест. Он ест одну зелень, как корова. Потому что, понимаете, зелень является самой безобидной, самой полезной, самой легко усвоимой пищей на Земле. Это как раз та пища, которая напрямую соприкасается с Солнцем. И там происходит фотосинтез, понимаете. Вот эта пища, зелень, это та пища, которая реально лечит человека. Это самая лечебная пища. И есть люди, которые только одну зелень едят. Но если вы начнете есть только одну зелень, то вы реально будете страдать от этого. Потому что для этого организм должен подняться на следующий энергетический уровень, который происходит только в результате святости. И искусственно это сделать невозможно. А есть еще другой уровень питания, который сейчас тоже пытаются имитировать, просто пытаясь так жить. Этот уровень питания нам вообще непонятен и недоступен. Потому что человек такое существо, что он может питаться просто энергией воздуха, которую он вдыхает, и Солнцем. И этот фотосинтез происходит прямо у него внутри, в организме. И такие люди, я видел таких людей, они могут не есть вообще. И энергию влаги они получают через дыхание. То есть они получают влагу сколько надо, получают через воздух сколько надо, питательных веществ. И через Солнце они получают возможность это все усваивать. Но если вы искусственно это сделаете, вы погибнете через год от дистрофии. Потому что так человек достаточно может долго, если он войдет в это состояние, он может долго жить вообще без пищи и воды. Знаете, что человек может очень долго жить без пищи и воды? Не 7 дней, как говорят, А он может жить 5-6-7 месяцев без проблем. Вообще никак не страдая от этого. Но чтобы, ну и человеку нужно войти в это состояние. А войти в него непросто. Но даже если человек вошел в это состояние, но он не имеет достаточного развития личности, духовного развития, то он сам не замечает, как постепенно он приобретает дистрофию. Все равно его тело становится все более, ну как бы, тощим, потихоньку худеет, очень медленно. И потом очень трудно вернуть все назад. Для этого нужно очень аккуратно выходить из этого всего. И в целом это не нужно. Поэтому я говорю, не надо искусственно себе выбирать способ питания. Но надо знать просто эти уровни. Потому что если вы хотите, допустим, выжить в тот момент, когда вы заболели раком, то для этого нужно есть одну зелень. Или почти одну зелень. Вот тогда ваш организм начнет восстанавливаться. Но для этого нужно еще кое-что делать. А это уже серьезная тема серьезного разговора, который я продолжил, не сегодня. Ну, начну сегодня. Дело в том, что вы спросили про мясо. Я вам рассказал разные уровни развития питания. Не нужно никуда скакать. Кушайте то, что кушаете. Все нормально. Просто придет время, и вы, если будете развиваться, будете переходиться на уровне на другой. Это не то, что вы будете приближаться к корове. Нет. Или к дереву. Нет. Это просто возможности человеческого организма. И с каждым новым уровнем питания продолжительность жизни увеличивается. Но при этом искусственно этого нельзя делать, потому что будет сокращаться тогда продолжительность жизни. Просто пища не будет усваиваться. То есть, Серафим Саровский питался одной снытью. Знаете? Это зелень. То есть, он перешел на зелень питания. Почему? Потому что он стал таким развитым. Это уровень святости просто. И ему хватало. Не то, что он страдал там дистрофией. Нормально себя чувствовал. Потому что он такой был. Такой человек. Мы не можем имитировать это. Понимаете? Не можем. Но шансов нет никаких. Ладно. Движемся вперед. Насчет как бы вегетарианства, не вегетарианства разобрались? Причем вот в сыроедении нет такой диеты. Сыроедение. То есть, только сырая пища. Такой диеты нет. Но существует такой способ очищения организма. Однако же, есть люди, у которых столько жара в теле постоянно. Очень много жара. Что они вообще вареную пищу не могут есть. Она у них не усваивается. Поэтому они постоянно болеют и болеют. И к таким людям относятся также люди, болеющие сахарным диабетом, красной волчанкой, склеродермией. То есть, все системные инфекции, вот эти вот, системные заболевания организма, они все, причина их это чрезмерный жар, психический жар в организме. И все они лечатся тем, что человек начинает есть или только сырую пищу, или почти только сырую пищу. Например, если человек заболевает диабетом и переходит только на сырую пищу, то он вылечивается от диабета. Это 100% факт. А дерматит это тоже жар? Чаще всего. Ну, давайте я сейчас вам просто, вот я вам это сказал, что бывают исключения. Иногда человеку, чтобы выжить, надо есть одну сырую пищу или почти одну сырую пищу. И тогда он становится здоровым. Но это не потому, что это для всех очень полезно. Потому что если в основном большинство людей начинают есть одну сырую пищу, то это метод очищения организма. Это очищение может длиться где-то от 6 до 8 месяцев. И потом дальше наступает перегрузка организма. Она выражается не в том, что какие-то болезни вылазят. Она выражается в том, что человек начинает замечать, что у него постепенно перестает быть глубоким сон. Он становится очень поверхностным. Первый признак того, что надо слазить сыроедение. Второй. Он становится очень нервным, раздражительным, не может терпеть людей и хочет уединения. Это второй признак того, что надо слазить сыроедение. И третий признак может быть очень опасным. Это дистрофия. То есть человек все худеет, ухудеет. И в какой-то момент можно через него уже в зеркало смотреться. Понимаете, это значит, что он уже рискует жизнью. Это опять же для тех людей, кому это более-менее подходит. А если человек кто-то не подходит, то уже через месяц у него появляются следующие симптомы. Сильные газы в животе, снижение сильного аппетита, боли в суставах, позвоночнике, запоры, головные боли, боли в позвоночнике. Это значит, что ему немедленно надо слазить с этой сырой диет. Иначе он просто покалечит себя.